Друзья, всем доброго времени суток! В моей душе нет постоянства. Есть постоянство только одно. Мне нравятся орхидеи и никакие другие цветы. А вот какие именно мне нравятся орхидеи, вот это вот уже вопрос. Единственное, я могу сказать вам, что я люблю более пастельные тона, люблю какую-то изюминку в цветочке, ну или банальную классику с правильными формами, с красивыми формами цветов. Белоречные формы цветов меня не прельщают. Мне не нравятся они защипы на петалиях, не полураскрывшиеся петалии. А вот беглипы, беглипы мне нравятся очень. Это вот красивая такая, знаете, широкая губа, она потому и называется беглип, широкая губа. Вот это мне нравится. И вот этот ролик можно назвать, и скорее всего я его так и назову, поход за хлебушком или за пилюлей от хандры. У меня есть пилюля от хандры, я в ожидании, приедет посылка, большая посылка от Алины Шевченко, Маиса Орхидс. Вот, и там, конечно, большое количество растений, что-то, наверное, около десяти, штук десять орхидей из моей коллекции выбыло, и на их место прибывают новые, интересные для меня сорта и виды орхидей. А это вот, это поход за хлебушком. Вот такой вот чудный фаленопсис. Это явно подросток, явно подросток, потому что цветочков на цветочной стрелке мало, и само растение достаточно компактное. Маленькое растение, хотя этот беглип, он из крупных, розетка должна быть крупной. А на самом деле, ну вот, на сегодняшний день, я не знаю, как удается садовникам зацветать свои растения. Какие они применяют препараты, понятия не имею. Ну, вот такие вот красивые листья имеют этот фаленопсис. Они темно-зеленые, а с тыльной стороны они с таким бордовым отливом. Ну, здоровая и красивая розетка, на первый взгляд, можно сказать, да. Ну, если посмотреть на корешочки, я это растение вывалила из грунта, потому что смутили вот такие вот темно-зеленые корни при сухом грунте. Это называется сухая гниль корней. О ней я вам сниму отдельный ролик. Вот. Ну, а тут я смотрю, да, сухая гниль на корнях присутствует, и явно она выраженная, поэтому я не стала ничего делать с этим растением. Я подложила на дно вместо дренажа кусочки пенопласта, и убрала торфяной стакан, и засыпала эту орхидею тем же грунтом, в котором она и прибыла от садовника. Я имею в виду магазин. Вот. Теперь эта орхидея не будет обрабатываться никакими стимулирующими препаратами, а только фитофунгицидами, потому что мне придется восстанавливать корневую систему этого растения. Оно цветет и будет продолжать цвести, потому что я имею в виду, что я не буду срезать ему цветоноса, пусть оно уже доцветает. Тургар у него прекрасный. Единственное, что я сделала, первый полив, еще раз скажу вам, что это был фитофунгицид. Почему? Потому что, вот посмотрите, на качество его цветов. Вот видите, такие вот коричневые точечки на цветочках. Это грибковые точечки. Чаще всего они появляются, когда орхидея, ну это голландская орхидея, она ехала в целлофановой упаковке, видно, слегка в политом грунте была, или в хорошо политом грунте была, я не знаю. Но в целлофане воздуха движения нет, и от повышенной влажности вот такая вот беда. Нидерландов фаленопсисы и вообще все цветущие орхидеи обычно везут в рефрижераторах, в холодильниках. Возможно, не выдержан был температурный режим, возможно, было чуть прохладней, или вообще не работали холодильники, было душно. Ну и вот такая вот печалька на цветах. Но это не смертельно, это все житейские проблемы, как говорится. Следующее домашнее цветение, то будут нормальные чистые цветы. А пока, как вы видите, вот такие вот черные точки. Вот если бы, если бы кончики сипали и питали были чуть-чуть такие, знаете, как подсохшие, как, вот как парусиновая бумага, то можно было бы сразу сказать, что здесь еще при даче ко всему присутствует и трипс. А пока, ну, пока на сегодняшний день я трипса, следов работы трипса, трипса-то увидеть, это практически нереально, это достаточно мелкое, насекомое, оно около миллиметра, то и меньше, то я вижу только грибковое поражение. Но и тем не менее, у меня есть пена, специальная пена, акарицидная, я обработала это растение пеной. Такой вот баллончик пены, очень хорошее, на мой взгляд, средство, как профилактика от мучнистого червеца, трипсов и любой другой летючей живности. Я раньше их купала, чем-то обрабатывала, в общем, искала на своей голову только проблем. Сейчас, на сегодняшний день, когда у меня появляются новые орхидеи, я просто, ну вот, точку роста и в пазухе брызгаю этой пеной, хорошо сбалтываю и сбрызгиваю. Во-первых, ее потом мне нужно вытирать, протирать, промакивать, она просто впитывается и все. Вот так вот, видите, от нее вот блестит точка роста. Ну, это так, на всякий случай. Корешки. Видите, какие корешки? Явно присутствует сухая гниль. Но ничего, растение крепкое, растение хорошее, никаких поражений от клеща на листовых пластинах я не вижу и слава Богу. А если тут и есть трипсы, то с ними мы справимся. Это не проблема. Вот такая вот пилюля счастья, поход за хлебушком. Явно, цветочек распускается лимонного цвета, ну, мне так кажется. Я не знаю, как называется этот сорт. Сразу вам скажу, я в сортах фаленопсисов не сильна, я в них особо не понимаю. Если кто-то знает, то спасибо скажу, если напишите, как называется этот сорт. Ну, явно, что он был более лимонного цвета, а потом, со временем, он выцветает. Ну, и тем не менее, он вот такой вот нежный, пастельных тонов, вот как мне нравится. Вот такой вот фаленопсис. Красавчик, правда? Ну, все. Теперь я буду ждать основную пилюлю от Алины и радоваться вот этому цветущему маленькому фаленопсису. На этом все, друзья. Здоровья вам, удачи, счастья и красивых пилюль. Субтитры создавал DimaTorzok